Почему на Новый год наряжают елку? Впервые елку стали наряжать в Германии. Считается, что традиция зародилась благодаря реформатору Мартину Лютеру. Согласно легендам, в 1513 году он возвращался домой и лубовался небом, на котором светились звезды. У него возникло ощущение, что звездочки искрились даже на ветках деревьев. История праздничного дерева В 16 веке существовала традиция в странах Центральной Европы наряжать буквой дерева. В качестве украшения использовались груши, сливы и яблоки. Фрукты предварительно варили в меду. В качестве украшений также использовались орехи. Небольшое деревце ставили в центре стола. Через несколько десятилетий стали использоваться и хвойные деревья. Главное, чтобы они были маленькими. Иногда праздничные деревья подвешивали к потолку. Потом стали ставить в гостины большие деревья. В период с 17 по 19 века елку стали наряжать не только в Германии, но и в Англии, Дании, Голландии, Чехии и Австрии. Впоследствии традицию переняли и американцы. Первоначально в качестве украшения использовались фрукты и сладости. Впоследствии люди стали вырезать украшения из картона. А еще позже были созданы стеклянные игрушки. История елки в России и в Россию традиция пришла благодаря Петру Одну. Он в молодости посетил Германию, где и увидел праздничное дерево, украшенное разными игрушками, фруктами и сладостями. Став царем, он сделал все возможное, чтобы елки стали наряжать и жители России. Наряженные деревья появились на улицах и в домах знати. После смерти Петра одна традиция наряжать деревья на несколько десятилетий была забыта. Снова обычай появился только в 1817 году благодаря жене князя Николая Павловича принцессе Шарлотте. Сначала было принято украшать праздничные столы при помощи веток и букетов. Спустя несколько лет елка появилась в Анечковом дворце. Установили ее под влиянием Шарлотты. В 1852 году первая праздничная елка появилась в публичном месте, в помещении Екатерининского вокзала. Именно после этого елки стали украшать практически все жители страны. Кроме того, стали проводить праздничные мероприятия для детей. В военные годы от установки елок решили отказаться от и. К традиции была вражеской. Запрет был введен Николаем II. Отменили указ после окончания Октябрьской революции. Большую новогоднюю елку установили на территории артиллерийского училища. Произошло это событие в 1917 году. Но через 9 лет обычай снова запретили. Традицию назвали антисоветской. Кроме того, запретили празднование Рождества. Прошло 10 лет и традиция вновь возродилась. Елку стали украшать, проводя праздничные мероприятия для детей. Традицию решили возродить при поддержке Сталина. На территории Кремля елку стали устанавливать с 1976 года. Изначально дерево символизировало Рождество. Однако впоследствии стало атрибутом новогодних праздников. По елочным игрушкам в России можно было отслеживать целые эпохи. На деревьях можно было увидеть пионеров с горнами, портреты работников Политбюро. Когда пришла война, на елке стали вешать игрушки с оружием, украшения в виде десантников и собак-санитаров. Впоследствии люди стали вырезать снежинки, на которых были изображены серп и молот. Во времена Хрущева на деревья вешали игрушки в форме кукурузы, тракторов и хоккеистов. Продолжение следует...